Закончили сначала статью Бальсулама, и Вы сказали, что реализовать эту систему зависит от нашего развития. И я спрашиваю, заповедь выбора? Чувствую, что заповедь выбора — это то, что даёт нам развиваться. Это даст нам действительно, это приведёт нас к тому, что мы прилепимся к Творцу и притянем свет, и будем больше и больше развиваться. Правильно ли это, про этот подход? Да, конечно. Творец есть наша цель. Когда мы говорим заповедь выбора, в каждое мгновение я отношу всё к Творцу. Правильно. И нет ничего большего, собственно. Нет ничего другого во всём мире. Так где здесь проблема? Почему нам так сложно в каждое мгновение отнести всё, что происходит между нами сейчас, вообще всё, что происходит в мире? Почему тяжело отнести это к Творцу? Проблема в скрытии? Но нам как раз говорить, благодаря скрытию у нас есть свобода выбора. Так наоборот, это должно дать нам возможность выполнить эту заповедь? Правильно, но при всём том, это же скрытие. Я говорю для себя. Говорю, да, есть скрытие. И как раз благодаря скрытию он даёт мне усилие вместе с товарищами раскрыть его всё больше и больше. И это усилие в раскрытии притягивает свет, и этот свет исправляет нас больше и развивает нас больше. Где же здесь, я говорю это, но это как бы слышится просто, а где же действительно здесь, в этом пути, где же здесь проблема? В скрытии. Так что же, как же работать с этим вскрытием? Мы должны достичь состояния, что когда мы относимся к Творцу, как будто бы он не в скрытии. То есть слава его наполняет весь мир, и мы постигаем, что это так, и что в соответствии с этим мы и работаем. Один из подходов говорит нам, что я должен верить, что позади каждого товарища стоит Творец. Тоже. Верно, что это один подход. Действительно, предложить усилия и в наших отношениях, и действительно верить, что позади каждого товарища стоит Творец. Это даст нам проскрыть эту связь с ним. Конечно же, это же главное. Это главное. Когда вы говорите «главное» из ста процентов, сколько это действительно? С этого начинаем. Туда. Спасибо.